Вот, Серёж, идём дальше. Я вижу, что вы бьётесь, бьётесь, это хорошо. Теперь, видно, готовы, чтобы вам что-то уже прояснилось. Давайте я вам вот такую. Кухня мира. Ну, это к каждому близко, да? Кухня. Авторская кухня. Ну, вот первая. Абхазская, австралийская, австрийская, азербайджанская. Вот нам надо описать все кухни мира. Ну, даже не пойдём далеко. Добавим только, так как у нас, ребят, много. Так, я сейчас подправлю. Смотрите. Ну, я добавил русскую, белорусская, украинская кухня, да? Вот, а их много. Их вообще там видели очень много. Но пусть будет даже вот столько. Нам надо описать кухни и описать блюда. И описать кухни разных стран. И всё это сделать в одной программе. Как? По этому же принципу, как в предыдущем видео, вы будете описывать и... И... Секунду. Вот эту вот картинку. Я от вас буду ждать код именно этой картинки. Потому что у нас архиплохо с этими вещами. Значит, будем исправлять. Итак, кухня мира. Отлично. Задача трудная, а решается банально просто. Нам просто надо, по сути дела, взять паттерн, абстрактная фабрика. И всё решится моментально. Ну, давайте попробуем это разобрать. По сути дела, нам надо создать интерфейс. Мы создаём интерфейс. Пока без кода. Что должен делать интерфейс? Если, конечно, мы используем фабрику, то должно быть хотя бы какое-то одно направление. Но что имеют общие все эти кухни? И вот я размышляю. То есть, я вас сразу учу. Всегда думайте о расширении. Вы что думаете? Я сейчас кухни напишу. В интерфейс я вобью примерно следующее. Фуд. Еда. Это какое отношение имеет к кухням? Ну, имеет же какое-то. Дальше я что сделаю? Я подумал-подумал и напишу методы. Ну, что есть в кухнях? Ну, наверное, при этом смотрите. Давайте сначала посмотрим, как на интерфейс. То есть, я чётко понимаю, что интерфейс должен отражать только направление. Ничего конкретного. Еда. Почему? А потом я подумаю, хорошо, я себе планирую здесь техническое задание. Давайте я вот прямо сейчас планирую. Описать кухни. Ага. Писать кухни. Неплохо было бы впарить потом ещё и посуду. Ну, правильно? Для одной кухни надо там казан. Неплохо было бы и мебель впарить. Неплохо мебель впарить покупателям. Неплохо было бы ещё и... Где эти рестораны находятся? Ох, нас понесло! И смотрите, по сути дела, если мы думаем о клиенте, о расширяемости, значит, нам надо, наверное, что-то делать такое. Поэтому, по сути дела, вот наш основной класс, фуд, еда. И здесь мы вбиваем метод, совершенно можем вбить тупой метод. Нет, вы будете, может быть, и конкретней, но я сейчас вобью метод, который будет говорить следующее. Какая-то категория. Это мой первый метод. Это интерфейс. Я же могу включить потом кухню, посуду, мебель. Мне надо направление еды сейчас. Всё. И всё, что с ней связано. Вы... Меньше программ. Можно конкретнее назвать. Да, кухни. Если б я говорил о мебели, да, мне надо было... То я бы назвал, допустим, диван, потому что там везде всё касалось ножек, да, с ножками. Ну, по сути дела. Этих категорий я могу вбить несколько. Могу одну. У меня есть интерфейс, от которого будет развиваться вся программа. Вот этот метод, он ничего не делает. Он просто есть. И сообщает, что вот это есть у нас главный класс, который... И мы будем его ветлить, как хотим. Вот от него мы... Я начинаю делать первое. Первый слой. И начинаю делать следующее. Единственное, что здесь будет фабрик. Потом разберётесь чуть попозже. Фабрика. Фабрика методов. Потом я начинаю делать. Что вы скажете? Описывать кухни, посуду. Они тоже разных стран. Опять задача нерешаемая. Да решаемая очень просто. С одной стороны. Я пишу. Могу более конкретно для себя обозначить. КРИАТЕ КИТЧЕН. Описать кухни. То есть, и здесь я уже, опять же, я пользуюсь абстракцией. Да? Я пользуюсь абстракцией. И заметьте, здесь ничего не говорится о кухнях мира. Здесь говорится создание кухонь, создание посуды, создание мебели, ну и так далее. И здесь я делаю всего лишь одну или несколько вещей. Переопределяю вот этот метод. Я сейчас это выделю чуть больше. То есть, переопределяю. В какая-то категория, видите? То есть, здесь перекочевало. И при этом, обратите внимание, это опять абстрактное. Ну, я так нарисовал, но вы поняли, что это всё связано. Итак, получается. Если у меня здесь переопределение метода идёт опять абстракция, либо, правильно здесь сказать, как. Хорошо. Это абстракция. Но вот это абстрактное будет нам возвращать список всех кухонь. Ну, пусть будет так, немножко грубовато. Список кухонь. То есть, возвращать конкретные объекты. Либо, список сейчас не надо, возвращать конкретный класс, который мы не описали. ещё, который будем описывать. По сути дела, я взял новую рубрику, новый класс создания кухни. Переопределяю вот этот метод, но он уже, ретурен, да? Будет возвращать какой-то конкретный кухню страны. Возвращает кухню страны. Следующим шагом, следующим шагом, вот у нас есть кухня страны. Следующим шагом, я создаю опять интерфейс. Опять интерфейс. Я создаю уже интерфейс. И у меня будет 4 интерфейса. Первый интерфейс. Первый интерфейс. Опять же, Сергей, как вы писали, на усмотрение программиста, это всё сейчас пока на вскидку. В коде сейчас будет немножко понятней. Я создам один интерфейс, который назову уже конкретно Интерфаки Интерфейс Типы Интерфейс Типы И назначу ему Методы Методы Дев Операцион Какая-то операция, какая-то Их может быть несколько Заметьте, ещё к описанию кухонь я не приступил. А уже от этого интерфейса Я Наследую его Я могу расписывать кухни. И как там у нас? Белорусская Белорусская Русская Украинская Украинская Этот интерфейс Смотрите, он ничем не связан. А вот эти вот Кухни Методы Белорусская Русская Украинская Вот здесь они возвращаются. И получается, что через это Они связаны вот с этим. То есть в первом Сейчас это не путайтесь. Я просто показываю, что Есть пути покруче. Да? И В конце могу написать клиента. Клиент Который будет Всё это отслеживать В коде. То есть Работать Клиент Будет работать Со всеми Вещами. При этом Смотрите, как Легко всё становится На свои места. Дальше я беру Этот же интерфейс Который по типе Да? И Описываю Новый класс Просто он сюда не вмещается. Но используя этот же интерфейс Я Описываю Посуду Да? Какую-то Для кухонь Самое главное Что всё находится Сейчас В пределах Одного Первого интерфейса Всё взаимосвязано Я могу работать С любым объектом Пока Вам Не надо Особо ничего Понимать Просто я хочу Чтобы вы поняли Что Сейчас Ваши схемы Опять Очень сильно Изменятся То, что вы Раньше делали Да? Давайте Найдём Где тут Много Написано Всего Ребят Надо всё В школе Все эти материалы Вам надо Изучать Так 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 Сейчас Секундочку То есть То, что у вас Написано Вот здесь Опять Это всё Не подходит Смотрите В чём Даже Мой замысел Сейчас Отличается От вашего Вы Взяли Перечень Австрактный Класс А потом Вбили Сразу АЗС 100 А если Я хочу Сделать Сарая Писать Всё Сдохли Ваш Кот Сдох То есть Серёж Опять Сейчас Поменяется Ваше Понимание И ваш Код Обратите Просто Внимание Что Первый У меня Получился Сейчас Интерфейс Но это Фабрика Да Которая Отражает Весь Здесь Метод Ничего Не делает Просто Я пишу Какая Это Категория Что Я вобью Там Да Что Мне Возбредёт Голову Сейчас Пойду По улице Посмотрел О Посуду Описал Мебель Описал Боже мой Надо Принадлежности Добавить Без проблем Без проблем Расширяю Программу Дальше Мне Надо Мне Надо Второй Слой Второй Слой Фабрики За что Он Отвечает Он Он Отвечает Только За Некое Создание Да За Создание Что Я Создаю Почему Потому Что Вот Если Взять Кусочек Кода Да То Получится Потом Такая Картина На выходе Смотрите Что На выходе Всё Разберёте Чуть Попозже Вот Я Я Приложение Меня Создал Вот То О чём Мы говорили Вы Попозже Присмотришь К этому Коду Да Меня Создал Меня Креат Субкласс 1 То есть Креат Субкласс 1 Который От Главного Интерфейса Нашего Да И Здесь Есть Только Как я сказал Переопределение Одного Метода Но Метод Возвращает Конкретно Созданный Код Уже То есть Грубо Говоря Вот Там уже Дальше Конкретные Классы Идут Да И по сути Дело По сути Дело Сам По себе Возвращает Некие Конкретные Вещи Да Потом Мы уже Создаём Интерфейс Опять Общий Который Ничего Не Делает И Уже От Этого Интерфейса Пошли Разрабатывать Кухни От Этого Интерфейса Мы Пошли Работать С Посудой От Этого Интерфейса Мы Пошли Работать С Мебелью От Этого Интерфейса мы пошли работать с ресторанами. Но опять же, на наше усмотрение, я могу создать три интерфейса, могу один. Как мне будет удобней. Пока просто, не надо ничего понимать. Сейчас пока и не поймёте. Сейчас надо понять две вещи, простые, из всего видео. Что, первое, интерфейс, он никогда ничего не делает. Его задача указать только какой-то абстрактный метод, да, абстрактный метод, который может вообще ничего не обозначать. Для того, чтобы потом его переопределить и уже дать ему более что-то конкретное делать. А сам интерфейс, он ничего не делает, он что-то определил. По сути дела, в чём задача вот этого вот интерфейса? Мы задаём всей фабрике, что это у нас что-то связанное с едой. Он не знает, что там будут добавляться посуды, интерфейс не знает, что будет добавляться мебель, он не знает, что будем мы говорить о ресторанах. Он это ничего не контролирует. Но, с другой стороны, он задаёт всю структуру, от которой мы начинаем плясать. И разница, что надо сейчас всего лишь понять, между абстрактным классом и интерфейсом, что абстрактный класс имеет конкретные методы. Вот если мы сюда допишем сейчас метод, если фабрик какая-то категория, и здесь не будет абстракции, а будет что-то конкретное, то это уже будет абстрактный класс, это не будет интерфейс. Почему? Потому что мы заставляем следующие классы что-то делать конкретное. А задача интерфейса только очертить. Задача какая? Что он будет передавать вот этот метод. Всё. От него больше ничего не требуется. Получается как бы контроль, что, по сути дела, мы можем либо дальше переопределить, либо не переопределять. Но как мы переопределим? Ведь интерфейс это изначально не знает. А потом дальше, дальше. Это, ребята, может, довольно сложный пример. Но это один из паттернов. В принципе, такое вот упрощённое создание фабрики классов для описания более чего-то какого-либо сложного. Так вот, а вот здесь, мы видите, создаём уже тоже интерфейс. И уже начинаем работать с кухнями. Итак, от этого интерфейса можем работать с мебелью, от этого интерфейса можем работать с чем-то. Почему? Потому что у нас здесь забит метод операция. Какая операция? Да мы потом придумаем по ходу. Здесь, может, забито несколько операций. То, что нам не хватает, мы тут допишем. По сути дела, зато мы в пределах одного интерфейса контролируем всё. Но получается, что и этот же связан с этим через этот. Ну, а клиент мы можем вообще написать то, что нам хотим. Пока сложно. Но просто это сильно уже опять отличается от ваших знаний. Значит, они опять будут меняться. Я грубо объяснил. Но, по крайней мере, вы увидели, что нечто другое выстраивается. Пошли дальше. Теперь к коду в следующем видео.